Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 9 октября, день Иоанна Богослова. Апостол Иоанн был призван в ученики самим Иисусом Христом. До этого Иоанн с братом Иаковом зарабатывали на жизнь рыболовным промыслом. Иоанн оказался любимым учеником Иисуса, стал свидетелем многих евангельских событий. Ему Христос поручил заботу о своей матери Марии. Впоследствии Иоанн удалился на остров, чтобы в одиночестве работать над книгой «Апокалипсис», которая повествует не только о прошлых, но и будущих событиях. Сегодня отмечали день Иоанна Богослова. В народе его считали наставником иконописного дела и покровителем живописца. Его почитают как божьего странника, который добровольно последовал на Голгофу вслед за Христом. Поэтому Иоанну молились перед отправлением в долгое странство. Простой народ верил, что пути дороги притягивают нечистую силу и могут быть достаточно опасными. И действительно, где как ни на дорогах обитают души, погибшие по разным причинам беспокаяния. Поэтому путнику, который оказался в дороге после захода солнца, нужно быть очень осторожным. Особенно так касается пьяных людей. Приметы. Если сегодня выпал снег, то зима установится до Михайлова дня. Это до 21 ноября. Если сегодня солнечный и теплый день, то июль может быть дождливым. Если до первого снега на деревьях осталось достаточно много листьев, это к суровой зиме. Дождь со снегом сегодня в январе могут быть три оттепели. Если после длительного затишья сегодня начинает дуть сильный ветер, это к осадкам, дождю или снегу. Улетели грачи сегодня, это к снегопаду. Скорый листопад говорит о том, что зима наступит быстро. Геннадий Петрович, то, что вы сейчас рассказали, очень легко можно пропустить, вроде как что-то умное, вроде как ко мне мало имеет отношения. А ведь смысл потрясающий для тех, на кого нападает жор. Ребята, на вас нападает жор, потому что вы едите то, что организму трудно посчитать. Вы ешьте продукты, аккумуляторы первого рода. Рода, да? И организм сам, без ваших мыслей, он где-то умнее вас. Включится. Включится, чтобы сказать спасибо, я наелся. И еще одна особенность, вот так как были обнаружены бактерии, которые вот здесь вот имеются, то считалось, что надо вот все переварить, все обработать, чтобы термическая обработка убирает эти бактерии. Оказывается, вот с убиением этих вот бактерий понижается пищевая ценность. Поэтому постарайтесь больше все есть свежим и сыром. А я вот смотрите, бактерия начала счищать, потому что я иногда оставляю шкурку, а вот конкретно вот на этой морковке, мне кажется, я бы ее снесла. Давай, истинности. И, кстати, мы теперь, как я уже обещал, приготовим два блюда, которые Бюрхер Беннер использовал в своем санатории и лечил огромное количество различных, ну, в смысле, различных заболеваний у различных пациентов. Вот, мы будем использовать с тобой яблоки. Так, их чистить, что? Яблоки, яблоки помытые. Помытые, да. Они у нас все не чистят, потому что под шкурочкой содержится то, что нам надо. И шкурочку удаляем, наш организм перестает реагировать на насыщение. Да, да, да. То есть шкурки у нас есть очень много. Поэтому шкурку мы оставляем. Далее мы, значит, используем у нас... Это проросшая пшеница, которую мы заранее через мясорубку протерли, и у нас получился фарш. Вот эта проросшая пшеница является основой как одного завтрака, а как другого. Вот зрители могут увидеть, мы специально так разложили. Вот, посмотрите, в обоих завтраках будет проросшая пшеница. Просто мы ее помяли, ну вот, через мясорубку. И одно блюдо это будут яблоки, мед и лимон. А другое блюдо будет, помимо пшеницы, сгущенка, морковка, чернослив, ну и тот же самый лимон. Я хочу узнать, что вкуснее. А вот мы еще какое-то блюдо с тобой еще будем добавлять миндальных орешков. Вот сюда, миндальные орешки. И относительно миндальных орешков я сразу вам должен сказать, что их надо особым образом приготовить. Поэтому мы с вами, смотрите, берем миндальные орешки. А взяли мы их с рынка. То есть они как бы грязноватые. Да, с рынка взяли, грязноватые. Вот отлично. Значит, что мы с вами делаем? Мы должны вот эту шкурку снять. Но чтобы ее снять, потому что она нам здесь не нужна. А почему? Ну, она содержит такие вещества, которые защищают вот как раз орешек. И ее защищать очень трудно. Поэтому для того, чтобы ее защищать, мы можем, знаете, что сделать? Просто-напросто ее замочить в кипятке примерно минут на пять. Замачиваем. И минут пять она восстает. Хорошо. А я давайте тогда буду натирать, я так понимаю, яблоки, чтобы сделать первый вариант завтрака по бэннеру. Возьму вот такую чашку, натерку крупную. Теречку можно использовать действительно крупную. А вы про шкурку говорили. Я вспомнила, кто-то мне подсказал. Имя забыла, но спасибо тебе, добрый человек. Вот так вот через годы вернулась. В лагере, где-нибудь на природе. Ну, как-то вот без зубной щетки, если. Ешьте яблоко, но со шкуркой. И тщательно пережумывая, вы как-то чистите зубы. И очистить зубы. И более того, так как здесь содержатся фитонциды и прочие такие полезные вещества, у нас обезгораживается полностью. Так, смотрите, подержали пять минут орешки. Теперь мы это все сливаем. Вот так вот сливаем, 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 сливаем. Осторожненько. Опа, слили. И что получается? Они начинают чиститься очень хорошо. Смотрите-ка, что я делаю. Раз. Все. Видите? Она как из одежды вылезла. Вот это и надо. Вот она у нас получается. Поэтому мы с вами очищаем миндальные орешки. Легко и просто. Повара Беннера тоже так делали? Я думаю, что так же делали. А где же вы нашли эту книгу с печатью царской библиотеки? Трудно сказать. Попала как-то, да? Я был знаком с Черкасовым Владимиром Георгиевичем. Это писатель. Он в свое время воевал. Мой земляк. Жил там в шахтах. Потом переехал, естественно. Там мы тысячи под Москвой живем. И вот он собрал большую библиотеку. Эту библиотеку собрал. И я ей любезно воспользовался. И вот когда все эти ксерокопии я смотрел, там были как раз вот эти вот печати из царской библиотеки. То есть книга была ксерокопирована. И вот меня сразу удивило. Вот кто читал. Ну просто там. Так это у нас получается царские завтраки. Да. И кстати у Бюрхер Беннера в санаториях лечились только очень знатные, особы и богатые. Швейцария, да. Понятно. На воды, в горы, к Беннеру. И питание. Кстати, и сейчас там очень много различных санаториев, которые лечат с помощью питания. С помощью питания и других естественных процедур. Одиннадцатые лунные сутки. Они у нас вот такое название. День Икадаши. Первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. И эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом. Даже хлеба. Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует в сознании человека чувство милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ – сердце, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказано проявлять злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь пешеходными прогулками с любимым человеком. Питание сегодня жидкое. Свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!